Друзья, всем привет! С вами Артём и компания Сферакар. И сегодня очередной выпуск про европейские праворульные автомобили. И с нашего последнего ролика прошло не так уж и много времени, буквально две недели. Но за эти две недели что изменилось? На тот момент курс был 72, сейчас курс 63. На 9 рублей упал курс. И пока вы в майские праздники ели шашлыки и отдыхали, я подготовил вам очередную подборку. Давайте посмотрим. Друзья, сегодня у нас хэтчбеки, сегмент хэтчбеков. И начнем мы с вами с BMW 1 серии. Здесь у нас 1,5 литра объем, 136 лошадиных сил, бензин, 70 тысяч пробег, 4,5 оценка. Вот такой замечательный хэтчбек. Ну, довольно-таки стилево выглядит. Так, стоимость этого автомобиля 2016 год 850 тысяч рублей. Следующий вариант у нас еще одна единичка. Вот это по стилеве на темном литье. Симпотный салон. Так, ну и стоимость. У него 4,5 оценка, 60 тысяч пробег. И стоимость этого автомобиля, это уже проходной 2019 год, 1 миллион 80 тысяч рублей. И следующий вариант, а следующий вариант это для тех, у кого есть хайлява, а конкретно дизель, да? Двухлитровая версия, задний привод. Все эти версии, они заднеприводные. 4,5 оценка, 68 тысяч пробег. Стоимость этого автомобиля 1 миллион 360 тысяч рублей. Неплохая стоимость для хэтчбека, на котором вы хотите выделиться в потоке. Ну, по крайней мере, на Дальнем Востоке. Давайте дальше. Так, и следующий вариант это Audi A1. Так, вот она эта малюточка. Прям, ну, другого слова я подобрать не могу. Небольшой, маленький, компактный, симпатичный хэтчбек. Вот. Чем-то напоминает мне по салону Suzuki Swift, почему-то. Так, посмотрим. Ну, в принципе, неплохой автомобиль. Давайте узнаем стоимость. У него четверка оценка, 63 тысячи пробег. Это проходной 2018 год. Вот. Эти автомобили на роботе, на переднем приводе. Стоимость этого автомобиля 820 тысяч рублей. Следующий вариант. Еще одна A1. У нее 22 тысячи пробег, оценка 4,5 балла, то есть персик. Ого, тут уже агрессивные красные вставочки. Добро пожаловать в мир спорта. Так, вот у нас даже днище сфотографировано. Вообще идеально. Так, стоимость. Стоимость миллион девяносто тысяч рублей. Один миллион девяносто тысяч рублей. Так, и еще один вариант. Это уже с объемом 1,4. Предыдущая версия это литровые версии. Здесь уже 1,4. Также бензин, робот, передний привод. Так. 18 тысяч пробег. 4,5 оценка. 2019 год. Вот такой вот ярко-красный цвет. Но это уже модель, ее малюточкой не назовешь. Да, это немножечко побольше хэтчбэк. Но, в принципе, по салону особо изменений больших я не вижу. Стоимость этого автомобиля 1 миллион триста двадцать тысяч рублей. Далее. Так, далее у нас Mercedes-Benz A-класс AMG 1.6. Так, что у нас с этим автомобилем? Это передний привод, робот. У него R-кооценка 21 тысяча пробег. Значит, у него есть замечание. Ну, небольшая вмятина на крыле. Хотя, хотя, посмотреть бы на нее, чтобы вы понимали, что она из себя представляет. Это U3. Где это U3? Ну, найти на самом деле тяжело по фотографии понять. У него также была замена левого крыла. Но более подробнее, конечно, все указывается в переводе аукционного листа. Так, стоимость этого автомобиля 1 миллион двести девяносто тысяч рублей. Но вот Mercedes, на мой взгляд, намного симпатичнее выглядят, чем Audi. Так, ну и здесь уже видите руль AMG. Подколенный вот этот вот упор на сидушке регулируемый. Ну, и в принципе, ну, бампер AMG. Так, следующая версия. Это 19-й год. 1.3 турбовая версия, также на роботе. Четверка оценка 33 тысячи пробег. Такой вот серый цвет. Симпатяга. Так, стоимость 1 миллион 605 тысяч рублей. Ну, четверка оценка 33 тысячи пробег. Пробег минимальный, оценка хорошая. Поэтому, ну, хотите хорошую оценку, хотите минимальный пробег, тут придется в любом случае заплатить. Так, еще один вариант уже в черном цвете. Так. Тут что-то японец мусор оставил какой-то, походу, да? Так, 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 так. 4,5 балла. 40 тысяч пробег. Стоимость? Стоимость 1 миллион 780 тысяч рублей. Немало, соглашусь. Но сколько стоят такие автомобили на левом руле? С таким пробегом такого года интересно будет узнать. Напишите в комментариях. Так, и это у нас Volkswagen Golf. Значит, у него 1,2 объем, 105 лошадиных сил, бензин, робот, передний привод. 94 тысячи пробег. Оценка 4,5 балла. Белый цвет. Ну, Golf'ы, они всегда выглядели стилево на самом деле. Так, стоимость. Стоимость вот этого варианта 860 тысяч рублей. Так, следующий вариант. Это у нас уже идет 1,4 объем на 140 лошадиных сил. Так. Также робот, передний привод, 4,5 оценка, 45 тысяч пробег, синий цвет. Так. Стоимость. Стоимость 980 тысяч рублей. И еще один вариант с объемом 2 литра, GTI. Здесь у нас 245 лошадиных сил, робот, передний привод. Ну, уже, конечно, понавороченный вариант. Видим сиденье Алькантара. Руль с прострочечкой такой хороший, словом, добротный. 29 тысяч пробег, 4,5 оценка, 19-й год. Стоимость. Ну, и стоимость тоже хорошая. 1 миллион 960 тысяч рублей. Так, следующий вариант. Это еще один автомобиль от Volkswagen, а именно Volkswagen Polo. Вот такой вот хэтчбэк, черного цвета. Так. Ну, по салону, на самом деле, простенький. Здесь центральная регулировка идет, кнопочки. Все как в самолете. Стоимость. Четверка оценка, 48 тысяч пробег. Литровая на 95 лошадиных сил, передний привод, также робот. Так, 710 тысяч рублей. Еще один вариант, давайте посмотрим. Здесь уже у нас полтора литра объем. Робот, 150 лошадиных сил, 41 тысяча пробег, 4,5 оценка. Стоимость этого варианта чуть-чуть уже подороже. Видите, все-таки объем играет вес, а именно финансовый. 1 миллион 125 тысяч рублей. Еще один такой вот стильный, третий вариант. GTI. 2 литра, 200 лошадиных сил, робот, передний привод. Все то же самое, только объем больше. 4,5 оценка, 35 тысяч пробег. Так, и стоимость его 1 миллион 380 тысяч рублей. И крайний вариант, еще один черный. А, сидушечки в клеточку, стилево. Сидушечки с боковой поддержкой. Это чтобы вы в поворотах никуда не вылетели. Так, стоимость. Похоже, кстати, на рубашку. 15 тысяч пробег, 4,5 оценка. Цена 1 миллион 505 тысяч рублей. Интересные хэтчбеки, но это еще не все. Дальше покажу вам больше. Но для этого чуточку терпения. Друзья, и хочется с вами кое-что обсудить. Было бы круто собраться и обсудить. Но давайте так. По поводу обстановки в Японии. Что творится, да? Потому что до сих пор кто-то покупает, а кто-то звонит и спрашивает. А вдруг Япония закроется? Что-то произойдет? Автомобиль нельзя будет вывезти, да? Давайте посмотрим немножечко по другим ракурсам. Во-первых, куда Япония будет... Где они будут складировать эти автомобили? Это экономически и экологически невыгодно. У них нету столько ультизационных заводов. То есть, ну и в принципе финансово это им невыгодно, потому что даже в момент, когда курс поднялся, с России клиентов стало меньше приобретать. Они это почувствовали и на популярный сегмент они снизили стоимость. Это можно даже наблюдать по статистике. В связи с этим, ну это просто никаким образом ни для кого не выгодно. И там касаемо санкций. На кого облагаются санкции? На чиновников, на какие-то юрлица. Вы физлицо. Вы обычный человек, который захотел себе приобрести автомобиль для личного пользования. То есть в этом плане у вас проблем нет. Так что собирайтесь с мыслями. Соберитесь с бюджетом. Хотите европейский автомобиль на правом руле? Круто. Хотите японский? Настоящий праворульный автомобиль? Звоните, пишите. Пока.